В ближайшую субботу, 19 декабря, в России вступает в силу новый закон о продлении дачной амнистии. Напомним, введённая ещё в 2006 году, она должна была закончиться в марте 2021. Теперь у людей есть ещё пять лет на то, чтобы оформить свою загородную недвижимость, причём список объектов, подпадающих под этот закон, расширился. 14 лет назад дачная амнистия существенно упростила жизнь отечественным дачникам. Теперь они смогли легализовать постройки, возведённые на своих шестисотках. При этом не требовались такие документы, как разрешение на ведение строительства или на ввод объекта в эксплуатацию. Однако немало жилья, возведённого в сельской местности, всё равно осталось в стороне. По какой-то причине в своё время именно такой упрощённый порядок прекратил своё действие в отношении жилых домов, расположенных на земельных участках для ведения индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. И он действовал только в отношении садовых домов. Между тем, в Тверской области за время действия дачной амнистии в упрощённом порядке зарегистрировано более 120 тысяч прав граждан на земельные участки, садовые дома, хозяйственные постройки и прочие объекты. Однако до сих пор ещё немало тех, которые не успели оформить по всем правилам свою загородную недвижимость. Зачастую это старые дома, на которые не сохранились документы. Продление дачной амнистии решает эту проблему. Такие дома можно оформить на основании только технического плана и соответствующего правоустанавливающего документа на земельный участок при заполнении правообладателем такого объекта декларации. Как заполнить декларацию, это подскажет кадастровый инженер, который будет составлять соответствующий технический план. При этом собственникам необходимо иметь в виду, что и индивидуальное жильё, и садовые дома должны соответствовать предельным параметрам строительства. Информация о них содержится в правилах землепользования и застройки соответствующего поселения или городского округа.